Праздник спорта, красоты и грации. На Кубок Украины по художественной гимнастике в Киев приехали лучшие спортсменки со всех регионов страны, соревнуются в многоборье и групповых упражнениях. Елена Дидух расскажет подробнее. Пока на главном ковре идет соревнование, на разминочном гимнастке готовятся к выступлениям. Делают растяжку, отрабатывают элементы, получают наставления от тренеров. Для многих выступление на Кубке Украины тот самый шанс попасть в национальную сборную. Мы можем увидеть и найти ту самую звездочку, которая будет покорять весь мир и поднимать плагу Украины. Для нас очень важен именно этот момент. Это выступление с обручем первого номера сборной Украины киевлянки Влада Никольченко под композицию из оперы «Ромео и Джульетта». С этой программой Влада выступала в сентябре на чемпионате мира в Баку. Там стала бронзовой призеркой в упражнениях с булавами. Заняла пятое место в многоборье и добыла для Украины одну из трех лицензий на Олимпийские игры в Токио 2020. Лицензия не именная, так что за право поехать на Олимпиаду придется еще побороться. Нужно не терять хватку, не терять доверие тренера, потому что пока тренер верит, все будет и все получится. Мне уже составили новое упражнение, но пока решили не показывать и держать это в таком маленьком секрете. Вторая олимпийская лицензия для украинской сборной «Заслуга львовянки» Кристины Пограничной. Говорит, конкуренция в сборной очень высокая, но она готова показать свой максимум. Сейчас нужно будет очень много работать. Готовить новые программы, нужно будет действительно бороться за эту лицензию. Также в Токио Украина будет выступать в групповых упражнениях. Кто же поедет на Олимпиаду, тренерский состав сборной предварительно решит после чемпионата Европы. На чемпионате, я думаю, будет видно, кто так уже в планах будет поехать на Олимпийские игры. Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 17 по 25 мая. Елена Дидух, Илья Крипак, UATV. Субтитры создавал DimaTorzok